Всем привет! Это подкаст UwebDesign. Сегодня 2 ноября 2015 года. Выпуск номер 56. Время полдесятого по челябинскому времени. Всем привет! У нас есть для вас несколько громких тем, и Никита начнет. Отмечаем годовщину HTML5. Поговорим про новый юзер-экспириенс при использовании скроллинга. И расскажем про новости об убийце бутстрапа. Погнали! Погнали-то погнали, а мы сегодня... Чем сегодня погоняем? Хочешь спросить ты? У нас есть ответ. У нас даже нет второго монитора здесь, потому что ремонт еще не закончен, но ответ уже есть. UwebDesign и хостинг-провайдер SmartApe.ru объявляются в местную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе «Товары и услуги» в подразделе «Безлимитный хостинг» нужно нажать на кнопку «Заказать». В поле промокод ввести UwebDesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. Я думаю, те, кто нас смотрит на YouTube, заметили скромную надпись «Demo Mode» на нашем экране. Еле заметную. Еле заметную. Едва. Subtle. Я бы даже использовал вот это слово. Слегка заметная надпись. Она говорит о том, что у нас кончились денежки. Вообще. И у нас, да, у нас очень сильные проблемы с ПО и ScreenFlow, который неделю назад предательски вылетел. Мы решили списать ту самую пиратскую версию, старую, какую-то непонятную, потому что она коряво работает с Эль-Капитаном. А на новую у нас нет денег, на новую пиратскую даже. Поэтому мы призываем вас нажать на кнопки пожертвований, которые будут в описании к этому видео. Даже если каждый из вас скинет по 50 рублей, нам уже хватит на ScreenFlow. Если каждый китаец мне по рублю даст, короче. Ну, это вообще. Мы здесь не будем сидеть, если каждый это. Поэтому мы прям сильно просим, если вам нравится наше творчество, если вы как-то сопереживаете нам. Мы чеки пришлем всем, кому... В смысле чек с тем, что мы ScreenFlow купили, а не на наркотики эти деньги потратили, потому что реально. На самом деле не пришлем, конечно. Ну, тем не менее. Ну что, давай начнем теперь с веселого, как бы. А это, я думал, и так достаточно весело все было. В принципе, да. Представляешь, целый год прошел уже с того, как одобрили HTML5. Ты мог поверить в это? Не мог, потому что, на самом деле, когда еще мы в ВУЗе учились, уже тогда мы ратовали за HTML5, только начинали заниматься веб-разработкой. И мы-то тогда уже думали, что он прям готовый. А, казалось-то нифига. Еще тогда еще тока-тока-тока там зарождалось. Тогда еще даже в Firefox'е видео, аудио коряво работали. То есть там, да. Ну, вот сейчас представь себе, за год после одобривания или одобривания, да, сколько произошло всего? Такие крупные сервисы типа YouTube'а, типа Facebook'а, все перешли на HTML5? Ну, в YouTube'е был HTML5 плеер уже очень давно, но они сделали его дефолтным. Ну, по-моему, год назад и сделали. Ну, чуть с запозданием после одобривания или одобривания. Ну, вот тут в статье на TechCrunch'е очень сильно славят Сугерберга, что именно он, типа, в 2012 году сказал, что мы заблуждались, на самом деле, все это время, и нужно HTML5 двигать в массы, потому что за этим будущее, потому что все приложения будут на HTML5, потому что это круто. То есть то, что Стив Джобс до этого что-то говорил, ему должное никто не отдал, за то, что он сказал, что Flash говно, мы не будем его поддерживать на iOS-устройствах. Ну, это, кстати, примерно, я даже не помню, это примерно в одно время было. Да ни хрена, это в 2007 году вышел первый iPhone, в 2010 году первый iPad, и он еще до iPad'а говорил о том, что Flash'а на наших устройствах нет и не будет. А, ну, то есть это давно началось. Буча. 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 Пуча Хэнза. Так нет. Собственно, Пуча Хэнза for Detroit, во-первых, а во-вторых, все разработчики любят использовать HTML5 теперь. За этот год, я думаю, все на него сильно подсели, все полюбили его, и... Ну, вот до сих пор идут дискуссии по поводу того, какой инструмент использовать для HTML5-анимаций. Не в том смысле, что какую библиотеку, а в том смысле, какой визуальный инструмент. И мы в разговорах у экрана и в чатике в нашем сошлись на том, что Adobe Edge Animate подошел лучше всего. У него и код непротивный на выходе, и, в принципе, им пользоваться удобно. То есть вот как Adobe начинали с Flash'плеером, но начинали не они, начинали Macromedia. Как они продолжали это дело, так они его и закончили. Выпуском такой прикольный утилит для нормальных нативных HTML5-баннеров. Да, ну и многие организации уже, даже американские, я подчеркиваю, организации самые консервативные, все равно уже разрешают своим employees использовать хромы, использовать Mozilla. То есть не заставляют на 6-ом ИЕ сидеть. То есть, да, то есть все уже. HTML5 полностью шагнул, на полную ногу встал. Ну я согласен, даже если американский Enterprise, который там пылесосами торгует и банками, биржами и так далее, если даже они переходят на более или менее современные ПО, то в принципе можно это считать завершившимся. Ну и плюс новый Microsoft Edge, он полностью HTML5-ный, поэтому что там? Я просто к тебе хочу сказать, что для тех, кто думает, что же дальше, здесь у них была статья вот 28 октября, год назад, что все, в E3C опубликовали HTML5 как законченный стандарт. Они сказали, это там, типа, был первый мажорный релиз, начиная с 97-го года, когда был HTML4 утвержденный стандарт. Так вот, теперь работают на HTML5.1. 5.1? 5.1, если угодно. Последний этот черновик 8 октября 2015 года. То есть свеженький достаточно. Да, редактор есть из двух групп, то есть working group, который непосредственно работает над стандартом, Opera, Mozilla, Opera, Google, Google. И в E3C. По сиелло какой-то групп есть чувак, два макрософтовских, один эпловский, надо же. И был чисто V3C-шный чувак, но он уже и ушел. То есть для тех, кто думает, куда же дальше, есть HTML5.1, и когда про него будет более или менее что-то известно, в том смысле, что не просто доработки к HTML5, а какие-то именно новые, там, не знаю, теги, технологии или что-то еще, то мы, я думаю, здесь поговорим об этом не раз, конечно, да. Давай дальше. От празднования Хэллоуина и HTML5. К скучным UI и UX темам, как именно дизайн-тренд использования полосок на пользу. То есть как вот использовать полоски, в принципе, в дизайне, нужно ли их использовать, какие варианты полосок и так далее. Две полоски, я знаю. Это непопулярные, хотя я-то даже не знаю, сколько должно быть по этому. Должна быть одна, да? Хотя, ну, смотря для чего должна быть. Да, согласен. В общем, если вы вдруг добавляете полоски, то знайте, что это не просто прикольчик, чтобы заострить на чем-то внимание, оно может вам помочь еще и донести какую-то мысль. Традиционные полоски, о которых думают сразу, когда говорят Stripes, это либо те, которые на сахарной тросточке. На флаге еще, американском. Да, и на американском флаге. Это в первой как раз здесь, в первом, в первой, черт, в первом абзаце, так скажем. Просто полоски, которые что-то подчеркивают. То есть, грубо говоря, здесь made daily, видишь, выделено полосками для того, чтобы мы обратили внимание, что они каждый день в этой кондитерской пекут, и у них каждый день свежее все. То есть, вот они просто это подчеркивают, и все. И здесь боковая полосочка просто дополнительно показывает нам, что вот он, контент пошел. Так, круто. Вот. То есть, кроме того, что, как здесь написано, этот, фокусирует внимание и создает притягательность. Вот притягательность создают полоски. Это, во-первых. Классический дизайн полосками мы отделяем контент. То есть, здесь есть горизонтальные полоски вот здесь, и есть в клеточку. Написано, что вот такие классические отделения нам добавляют винтажности немного, казалось бы. Кстати, почему? Потому что вывески типа... Хрен его знает. В тетрадках раньше писали, сейчас почти не пишут. И когда вот ты видишь такой клеточный, то ты прям сразу как будто back to school. И прям вот... Ну ты хоть где-нибудь видел клеточки? Мне кажется, полосом, ну всегда, да, клеточки-то что-то... Ну, мы делали как-то раз сайт с клеточками, потому что мы эмулировали вот эту вот бумагу синюю с белыми клеточками для чертежей. А, ну это круто. Да, я согласен. Там это, конечно, несет прям смысловую нагрузку. То есть не то, что это просто какой-то элемент прикольщика, но и на той работе, где я сейчас тружусь, тоже есть проект, в котором используются клеточки. Но они там настолько маленькие, спокойненькие, что просто как бы они нужны там для того... Но их не надо сильно жирными. Да, здесь будет пункт о том, смотреть для чего. То есть если надо что-то сильно выделить, то жирные. Вот они здесь, никто не постеснялся. А если добавить бэкграунда, для того, чтобы лучше выделялись вот эти вот красные штуки, то их, конечно, нужно сделать попроще. Но здесь будет абзацк, что касается бэкграунда. Современные полосы, то были традиционные. Современные полосы — это когда вы полностью разделяете какой-то контент полосой. То есть вот тут Stripe — это вот вся навигация. И вы создаете контраст. То есть вы прям контент разделяете на полосы, этим контрастом пытаетесь нам сказать, что дальше делать. Здесь мы говорим о том, что есть навигация. Поскольку она висит примерно как гирлянда, а раньше гирлянды были бумажные, мы прям... У нас взгляд ее продолжает, и нам навигация значительно проще воспринимается, чем если бы она была просто черными ссылками на белом бэкграунде. То есть, в принципе, мы бы различили какой-то текст, типа Shop New Commercial Orders, но когда это вот так в виде гирлянды, у нас приковывается взгляд прям вообще сильно. Мы с тобой еще помним, здесь же рассуждали о том, что если у вас есть горизонтальное меню, то и контент ваш весь будет горизонтально восприниматься. И здесь, в принципе, сделано как раз по центру, и пара полос. А если у вас был бы гамбургер и вертикальная хрень, то вам бы нужно было и контент полосочками делать, в смысле столбиками, в смысле колонками, в смысле как в газетах. Вот здесь полоса, это вот эта оранжевая кнопка, и она тоже нам намекает о том, что вот это самый важный кусок контента, ну не говоря уже о навигации. То есть, опять же, разумный, это Modern Stripes, когда у тебя, в принципе, полоса, это не просто элемент дизайна, а элемент контента еще дополнительно. Это только недавно начали так использовать. Хотя, казалось бы, вот если пример с гирляндой применить, пример с ленточками и надписями на ленточках, типа там, подарок для Джона Майкла на Рождество. Почему именно эти имена мне пришли в голову? Ну, чисто русские имена. Мне просто, знаешь, что это напоминает в газетах выделять маркером. Тебе надо там что-нибудь? Ты выделил, и потом видишь, да. Согласен, да. Маркер-выделитель, вот этот знаменитый, желтый, кислотный, который, в принципе, именно на черных газетах он неплохо контрастировал, но когда с синими в тетрадке было, конечно, тяжело. Вот у девочек в конспектах часто... Ой, это жесть вообще. У них несколько таких маркеров было. У них еще и ручка там, ручка желтая. С блестками. Да, да. Ну, они вот, они современно, модерного пытались это использовать. Вот background stripes, то, о чем мы говорим, кроме того, что оно добавляет визуальный интерес и тот факт, что выделяется на фоне этих полос сам контент, то есть вот здесь текстура дерева. Кроме этого, можно создавать еще и глубину. То есть, вот, например, вот здесь ламинат на картиночке, и нам прям кажется, как будто сайт вглубь уходит. А на самом деле это всего лишь как бы картинка, и использование полос в картинке тоже помогает создать какую-то глубину, что-то еще. То есть вот тут тоже полосы с деревянной текстурой, кажется, что прямо внутрь сайта провалились. Там, я даже не знаю, что это такое. Какая-то печать, что-то такое. Что там написано? Хрен, там рекламируют дизайн. То есть, видимо, чуваки просто какой-то макап взяли. Но прикольно, прикольно. Он прям погружает нас в глубину, и так и есть. И еще один метод – это полупрозрачная заливка полосами с паттернами и так далее. То есть, либо цветовые, либо паттерновые полосы, которые тоже являются либо разделителем, либо подчеркивают важность контента именно в иерархическом смысле. То есть, не то, что у тебя есть один контент, есть полоса. А есть полупрозрачная, которая нам говорит о том, что этот контент, в принципе, важнее, чем задник. Но задник тоже как бы было бы неплохо понять, что там дверь куда-то продолжается, она создает более полную картину, но вот это чуть важнее. И когда паттерном разделяется, это прям, ну, как бы отчеркивает и туда-сюда. То же материал-дизайн какой-то пошел? Ну, практически, да. То есть, тут одно выше, да, да, согласен. Главное, не сгибать уголки, как нас учили в материал-дизайне. Мне вот это сразу вспоминается. Мини-полосы, мини-линии, мини. В общем, для подчеркивания. Знаешь, иногда даже, я вот, не знаю, даже тут сквозь демо-мод, интересно, видно что-то или нет. Я буду где-нибудь показывать вот в углу. Вот так что-нибудь написал, и потом в конце такой хоп, розчерк вот так сделал. Типа подчеркнул, но прикольно подчеркнул. Вот здесь как раз, если мелкие куски полосок использовать, можно, во-первых, на грит разделять так или иначе, а во-вторых, отчеркивать чуть-чуть. И вот этот заголовок, он сразу выделяется значительно сильнее, если он отчеркнут маленькими полосочками, по сравнению с неотчеркнутым. Так же, как вот здесь вот этот квадрат, он прям сильно концентрирует внимание на руку. Не знаю, опять же, из-за демо-мода видно или нет, но тем не менее. И самое главное, здесь написано, я не помню в этом абзаце или нет, да, «Gamburger Icon». Это на самом деле тоже очень умное использование полос. Это же три полоски. Ну, кстати, да. И мы настолько уже четко знаем, что это означает какой-то упорядоченный столбик с контентом, либо меню, либо что-то еще, что вопросов уже не остается. Если вы очень умно используете полосы, то да. Я, кстати, сегодня... Нет, я сегодня увидел, но не выкладывал. Это сегодня. В принципе, я даже не хотел это показывать, потому что я хотел чуть-чуть подчерпнуть кое-чего из этого, но покажу уж очень это в тему. Крис Спунер с блога Spoon Graphics, который мы очень часто в паблике цитируем, так скажем, используем, он вот здесь заголовки продлил вот так полосами. И тем самым он на больших экранах все равно возвращает наше внимание. Даже если наш взгляд непроизвольно продолжается вот с этих линий, он возвращает наше внимание к заголовкам. И он говорит, что он этого подначитался в типографском деле, что называется. То есть он дизайном печатных изданий тоже занимался в свое время. И вот прям там это круто. Ну и я припоминаю, даже вот если A Book Apart я сейчас введу, серия книг. Мы, кстати, хотели чекан этот подкаст провести, чтобы не так долго было. Ну и там что-то уже есть полосы. Там главы вот так внутри. Черт, здесь не видно. Ну вот, вот тут видно, видишь? Она тоже всю полосу занимает. Просто тут вот тоже прям отчеркивает и удобно. Ну то есть он не врал по ходу дела по поводу типографского всяких этих. Ну прям действительно так. То есть контент по центру, а полоски все продолжаются куда-то. Ну это, естественно, тоже вопрос дизайна, но вот так вот. Давай перейдем к нашим бизнес-темам, как я этот блог называю, статей с Роем.ру. Да. У нас бизнес-темы сегодня все про онлайн-торговлю, представляешь? Ну, мы здесь в чатике выяснили, что у нас интернет-торговля на марше, что прям в стране кризис, но все почему-то все покупают в интернете. И даже хотят покупать с H&M. Представляешь, у нас в России в H&M, в магазине одежды. Довел Путин страну. Все в H&M одеваются. Ну давай поговорим. Так вот, у нас 29 октября открылся в России онлайн-магазин именно в H&M, то есть H&M.ru, я так понимаю, H&M.com. Ком, да. Слыш-ру, по-моему, у них. Да, ты заходишь и можешь купить, тебе доставят за 99 рублей до почты России от их склада, видимо. Я не знаю, насколько это быстро будет, насколько это будет, не потеряется у тебя, опять же. Ну, мы уже, в принципе, большинство людей привыкло что-то заказывать в почте России, так или иначе. Не всегда на EMS раскошеливаешься, если вдруг что-нибудь с Алиэкспресса или откуда-то еще заказываешь. Поэтому, ну, наверное, не потеряется. Ну, в крайнем случае, в твоей кофте тетка будет тебе отдавать посылку с камнями. Просто и все. Плюс курьерская доставка до двери стоит всего 199 рублей. То есть за 200 рублей ты можешь уже вообще не волноваться. Ну да, особенно если ты придумал в общаге и всей комнатой скинулся на новые какие-нибудь футболки. Если ты в общаге в H&M одеваешься. Ну, а у нас такие общаги. И причем заказываешь в онлайн, это вообще что-то ты. Ну да. Но допустим, допустим, окей. Но поначалу в Москве не было доступно даже расплачиваться электронными картами. То есть вообще нельзя было расплачиваться. Можно было только кэшем. Сразу тебе доставка пришла, ты на почте расплатился или расплатился курьеру. И сейчас сообщают о том, что уже везде налажена эта тема. Я так понимаю. Ну, в Москве, я так понимаю, налажено полностью. Уже со 2 ноября, то есть с сегодняшнего дня. И к 10 ноября полностью 50 крупнейших городов-миллионников. Ну, включая города. Потому что миллионников-то у нас 9-10, по-моему, если мне память не изменяет. Да, включая города-миллионники. Ты расскажи лучше, какие страны вообще в топе. Страны в топе, да. То есть оказалось, что Россия в двадцаточке самых-самых тех, кто покупает H&M по продажам, по количеству продаж. Тут вот нам написано в швейцарских кронах деньги, которые платят страны. Почему в шведских все-таки? Да, в шведских, да. Швейцарские франки. Но в них не будут писать. Но в них... Нет, кстати, да, то есть шведская фирма, H&M получается, на первом месте Германия. На втором США. Причем Германия на треть больше, чем в США. Ну, знаешь почему? Потому что... В США есть American Eagle, Old Navy и другие. Во-первых, да, нет. Не берем США, берем почему в Германии больше, чем в Швеции. Во-первых, потому что в Германии больше бабок, чем у Швеции. И больше людей. Просто реально, я думаю, мы раза в три. Да, конечно, просто рынок. Поэтому Германия, то есть как самый крупный, наверное, игрок рынка в Европе. Я не беру, я думаю, Англия, но она тут есть. Но она есть, но, блин, в Англии, мне кажется, тоже какой-нибудь River Island свой есть. Тоже свой, да. Они свое по-любому. Вот поэтому Германия больше всего в H&M закупается, а мы на 18-м месте, получается, если не считать первый Total. Ну, главное, вот эта страна Total, которая потребляет в 10, в 40 раз... Не в 40, в 4 раза больше, чем Германия. Да, да, да. Такая неплохая страна. Я в Total живу. А где там в Total? Да в столице там, что уже, нормально. Да, в столице, причем в столице страны Total, там у него сумма всех столиц мира, там, возможно, 114 миллионов проживает в одной только столице. Да, 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 там понаехали. Да, да, не резиновая Total страна. Да, но вот в России, то есть, получается, тысячи шведских крон я думаю, за третий квартал. Это миллион. За третий квартал, да, то есть, да, миллионов долларов получается. Черт, здесь-то все-таки шведские кроны, но, блин, не хочешь сказать мне, 119 миллионов долларов это 53 тысячи шведских крон, я думаю, все-таки 53 миллиона крон, не знаю, не важно. Ну да. Мне интересно другое, то, что у нас почти как у Канады. Ну, хотя, опять же, Канада, возможно, они все только американские носят уже. Но меньше, чем в Польше. Хуже, чем во Франции. Ну, это, слушай, даже хуже, чем во франчайзе. Есть такая страна, еще франчайз, видимо. Франчайз, кентукки, чикен. Не знаю, но вот... Подожди, окей. Так, и о чем здесь еще надо сказать? Во-первых, первый онлайн H&M появился, я так понимаю, в США, но в США, наверное, вообще все, первый онлайн появился. Во Франции в 2014 году. То есть, сначала началось с Америки, не с Европы. Как не парадоксально. Представляешь, в Китае в H&M ходят? Ну, а почему бы и нет? Легко, в Кроксах же они ходят, может, и в H&M тоже ходят. Как бы привестись по их следующей теме, про то, что, а и у нас тоже в России наши русские Озон.ру не спят. Отлично перешел. По-моему, это лучший переход, который может быть. При том, что они как бы не спят, но при том, что они такие русские, что у них главный руководитель Дэнни Перекальски. Ну, да. Хороший видеоменеджер. Хотелось сразу сказать, что у нас в нефтяных компаниях тоже топ-менеджмент достаточно иностранный. Дэнни Перекальски. Да, всякий Дэнни Дэвит. Поэтому, не мудрено. Так вот, теперь на Озон это слух. Слух прошел. У Автоваза, кстати, тоже голландец какой-то у руля, причем он сильно и поднял Автоваз. Да. То есть, как бы... У руля прям сам рулит, ездит. Скорее всего. Сегодня представили Ладу Весту удлиненную представительского... Ну, не представительского класса, но типа удлиненную для более крутых чуваков. Вот он, возможно, ею прям рулит. Извините. Круто, круто. Это к вопросу о наших, опять же. Да, опять к вопросу о наших. Так вот, короче, Озон.ру собирается нанять чувака, который будет продавать еду. Именно который разбирается в продуктах питания. Понимаешь? Чувака, в смысле, физического человека. Да, то есть, у них вакансия открылась именно, я так понимаю, сильного профессионала именно в продаже продуктов. А это значит, что Озон... Возможно, тоже Дэнни Дэвита какого-нибудь пригласят, только... Пиральский. Кушательного. Да, кушательный. Не, ну, Дэнни Дэвита, он достаточно кушательный. Согласен, согласен. Так вот. Суть в чем? Суть в том, что человека ищут в разделе кофе-чай-напитки, который существует как минимум с августа. Нынешний руководитель Озона Дэнни Перикальски легко сможет оценить квалификацию соискателей, так как до интернет-магазина он руководил маркетингом в продуктовых супермаркетингах. Маркетингом. Да-да-да, в продуктовых супермаркетингах. Просто сквозь демо-мод не видно, возможно. Но вы помните, что для того, чтобы нам избавиться от демо-мода, нам хотя бы по 50 рублей от вас нужно. Ты будешь после каждой новости напоминать. Суть в чем? Суть в том, что если Озон уже хочет поставлять еду, то им придется подвинуть утконос.ру. Я даже не знал, что такое бывает, а оказывается, да. Нет, мне просто интересно, как Озон хочет конкурировать с той тысячей онлайн-магазинов, которые есть в каждом городе. В смысле, именно по доставке еды? По доставке еды. А он их купит все? Как подрядчиков, как минимум. Тогда другой вопрос, как тысяча магазинщиков выживут, если Озона сейчас всех съест? Как еду? Им достаточно, директорам достаточно будет продать свои пакеты акций, чтобы Озон ими руководил. И они останутся даже управляющими, если они хорошие директора. А все люди, которые там работают, им форму новую просто привезут, они будут сидеть не в поло вся еда.ру 74, а в Озоновских поло и все. Просто странно, на самом деле, вот напишите в комментариях, у кого Озон ассоциируется только с книгами и вообще, ну, мне кажется, что вот Озон как-то вообще... Я игры компьютерные там в боксах заказывал еще до Стима в какой-то момент. То есть вот такие какие-то вещи, но еда пока Озон ну не сильно. То есть вот если они сейчас начнут прям упорно, чтобы у меня тележки возили с Озоном. Так, понимаешь, это еще просто даже вот, по-моему, не в нашей культуре заказывать еду по интернету. Лучше вы там пишите в комментариях, если вы заказываете себе еду по интернету. Не, ну пиццу всякую все заказывают. Ну пицца это... Ты хочешь сказать, там настолько будет, что ты прям даже всю китайскую еду, всякую хрень, в отчисы, суши будешь заказывать на Озоне. Это да. Но подожди, а... Тогда стопудово выживут, потому что там будет как-нибудь невкусно. И все будут заказывать в своих там суши Вок, кафе, лимитед про. Может быть, да. Просто потому, что там один из чуваков, который сейчас у вас работает, раньше там в доставке работал и все. Не, лучше знаю, лучше напишите в комментариях те, кто заказывает еду, не пиццу, не суши, не стандартное. А именно гроссерис, что называется. Молоко, хлеб, овощи. Экопродукты, вот это все. Фрукты, да, йогурты. То есть вот такого плана вещи даже будет интересно немного. Немного? Ну только немного, согласен, да. Так, у нас дальше вообще суперпрактическая статья, которую вы через демо-мод, конечно, не увидите, поэтому донайте нам 50 рублей хотя бы с каждого человека. Ну давай. На дизайн мода ребята нам рассказывают о том, что новые правила игры теперь для скроллинга стоит применять вообще и в интернетах, и в интерфейсном дизайне. 50 рублей. А почему, казалось бы? Потому что короткий ответ, мобайл-девайсы. Супер. Не, я согласен. Я согласен абсолютно. Особенно, ну, особенно то, что сейчас, блин, даже эти винфоны, которые, они скроллят только в другую сторону. Они по горизонтали скроллят, они же любят. Какие нахрен винфоны? Ну, все на Windows скролится вправо. Да. Ну, вспомни, вот вся винда... Я помню, что на восьмерке меню пуск скроллилось вправо. Ну, и вообще все у них по жизни вправо скролится. Ну, вот на Windows Phone рабочий стол, вот эти вот плашечки, они все-таки вниз скролятся. Да, вниз все-таки. Да здесь, собственно, и не о том, что вправо. Здесь просто о том, что скроллинг, это не западло. А-а-а. То есть, длинные лонгриды, это не западло. Их не надо разбивать там на подстраницы и так далее. Много букв. В принципе, что бесконечный скроллинг на листингах постов, это не западло. Потому что скроллинг это круто. Вот такая, такой посыл у статьи. Но здесь будут сейчас плюсы и минусы, все по порядку. Ну-ка. Во-первых, написано, что в принципе мобильные пользователи сейчас, мобильный трафик интернета перебил десктопный трафик. Я не знаю, это, наверное, в каких-то сегментах смотря, потому что вот лично на youopdesign.ru не лично, а вообще отлично. На youopdesign.ru все-таки больше с десктопов заходит, ребята. И у нас на YouTube, на youopdesign-канале, кстати, подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. 50 рублей. Там все-таки 90, по-моему, были 80% с десктопов. Но мы какие-то уникальные, нам же сказали, что мы уникальные. Да, да. Мы когда разговаривали с представителем YouTube по партнерской программе, нас консультировали, как улучшить наши показатели, чтобы больше денег зарабатывать, чего мы так, видимо, и не сделали. Говорить по 50 рублей. Нам сказали, что у нас, в принципе, один из уникальных каналов, на котором все еще десктопный трафик очень велик. То есть нас смотрят с компьютеров, потому что, видимо, на них и работают, сразу смотрят какие-то практические вещи. Я думаю, это с этим связано. Так вот, мобильные устройства. И из-за того, что не везде доступен интернет, вот почему, это парадокс, на самом деле, пишут, что мобильный интернет, типа, ну, не везде есть, поэтому лучше скроллить, чем жать подгрузки. Но, если ты ждешь загрузки долгой страницы со скроллингом, ты все равно будешь ждать это время. Вот тут мне немного непонятно, хотя это есть и в плюсах, и в минусах. То есть тут немного шизофрении попахивает на дизайн моду, но тем не менее. Вообще, сам факт того, что скроллинг тогда же появился, как стори-теллинг, когда и вот этот дизайн на карточке разбитый, и типа все это появилось с телефоном, потому что каждая карточка, она примерно повторяет размер экрана, и грубо говоря, один свайп по экрану ты перещёлкиваешь на один кусок контента. Именно поэтому появилось огромное количество библиотек для вот этих вот слайдеров вертикальных, которые прям по слайду вот так перещёлкивают контент, перелистывают. И да, то есть вот тогда всё началось. Кроме этого, естественно, HTML5, CSS, и теперь очень много всяких методик улучшить скроллинг в том смысле, что будет всё свистелки-перделки, вылетать, анимации, параллакс и так далее. Ну блин, у Apple это давно уже сделано, там скроллишь, там всё вылетает. Ну вообще недавно, у них недавно адаптивные версии сайта появились. Ну да, но там же было, типа, наводишь, там телефончик вылетел слева. Ну да, я согласен, но не всегда это было, это прям вот дела минувшего года полутора. Ну да, да. Здесь, кстати, это называется сделать скроллинг сексуальным, вот так на дизайн моды. Пишут, кстати, кто пишет статью J.Cow. Кстати, кто пишет статью, напишите в комментариях. Да, да. Так вот, написано, что именно из-за этого нужно использовать как бы вашу страницу с длинным скроллом не просто как свиток какой-то, а как канву для иллюстрации, для рассказывания истории. То есть все сейчас говорят о том, что сторителлинг набирает обороты. То есть вот здесь есть пример коротенький с UX-пина. Ты скроллишь, и у тебя скроллится контент, а на вот этом вот, назовем его телевизор, меняется контент на картинку, которая соответствует тому списку вот этому чек-листа, который, грубо говоря, в данный момент пролетает мимо. Супер. То есть вот прям вот такая модель интерактивности стала возможной после того, как изменилось все в плане технологий типа CSS и JavaScript. Кстати, сверху видишь, даже анимация заполняется чуть-чуть вот этой синей полосочкой, чтобы можно было кликать и перемещаться тоже вверх-вниз по ней. Ну и опять же Stripes. То есть у нас все вообще, весь подкаст. У нас прям все. То есть не врем. Нету несоответствий. Все соответствует друг другу. Здесь, впрочем, говорят, что не всегда это так. И слава богу, если бы они просто ратовали за скроллинг, мы бы эту тему никогда не пропустили в подкаст. Потому что уж очень как-то это прикид лично вот нам. написано, что, во-первых, увеличивает возможность интерактивности. То есть, грубо говоря, из-за того, что есть этот параллакс, и тебе прям вот так в экран как хрен тычет кнопка купить, и она там вылетает перед этим как-нибудь вот отсюда, прям в демо-мод. Так вот. Увеличивает конверсии, казалось бы. Ну, хрен знает, на кого это рассчитано. Фастер предпочитает думать, что, вот помнишь, раньше были такие статьи, мы даже в подкасте, возможно, обсуждали, типа там, 20 лучших тем для WordPress там по ресторанному бизнесу. И заходишь, и там тема такая-то, и там пост, и внутри поста погинация, и ты куски поста реально пролистываешь, и для чего это сделано? Видимо, для того, чтобы ты, просмотрев один пост, 20 показов рекламы набил. Потому что, грубо говоря, у тебя 20 раз перезагружаются страницы и заново AdSense показывается. Да, это ужасное дерьмо. Вот скроллинг быстрее, чем вот это ужасное дерьмо. Согласились. Но, по факту, если ты долгий какой-то контент прогружаешь, и у тебя там нет лейзи-лоудов изображений, ты будешь его ждать еще дольше. Адаптивный дизайн. Грубо говоря, скроллинг, он везде скроллинг. Скроллинг априори адаптивен, дескать. Что если у тебя будет какой-то горизонтальный слайдер, хрен пойми, как он у тебя будет, а скроллинг, он везде скроллинг. То есть ты, хоть какой у тебя узкий экран, вниз у тебя в любом случае будет проскраливаться. Сейчас я форточку закрою. но и просто тонативнее, как-то проще понять, я бы даже сказал. И простить. Да, скроллинг, он какой-то, блин... Ну я согласен, скроллинг был испокон веков, на самом деле. То есть вот, да. Кроме этого, написано, что, если, грубо говоря, вот ты прочитал статью, я не помню точно, где это было, читаешь статью, и там сразу написано, а читайте так же, если ты чуть-чуть проскрошен, хоп, и перезагружает тебя уже на ту статью, которая... Чуть ли не на медиуме. На каком-то, да, на каком-то из вот таких вот хипстерских сайтов, и типа это привязывает пользователей, они дольше время вас на сайте проводят. Да, это вообще... Но это на самом деле зло. Но это искусственное дерьмо. Мне прям вот противно, когда со мной это делают, я выхожу сразу, вот не щучу. Потому что ты, во-первых... То есть на меня не работает. А вдруг ты дочитал, и ты хочешь сохранить эту статью, или кому-нибудь кинуть, а ты уже на другую попал, и надо назад возвращаться. Ну, здесь опять же, да, следующий пункт, кроме адаптивности, то, что жесты по умолчанию контролируют скроллинг. То есть это удобно. И именно из-за этих же жестов как раз появились все эти библиотеки, когда скроллят кусками. То есть не в одну большую ленту, а именно блоками. Делайтфул дизайн. Слишком можно все красиво, прекрасно сделать, задизайнить скроллинг. Ты скроллишь, а у тебя там тоже, опять же, вылетает и так далее. Game-like user experience. И грификацию, можно так добавить. Минусы. Так, ну-ка. Первое. Недоуменные пользователи. Пользователи могут не понять, какого хрена. Будут пугаться, неправильно воспринимать. То есть в зависимости от того, несмотря на то, что у всех уже есть телефоны, все там привыкли скроллить, на компьютере еще не все к этому привыкли. Нужно смотреть метрики. SEO не соответствует. Мы сейчас будем говорить про SEO-оптимизацию, как раз, кстати, в следующей теме. Но, грубо говоря, если у вас одна огромная страница и там параллакс, то в гугле-то не вся она будет. Если она с AJAX-ом подгружается, например, у вас будут только первые пять постов, и все остальные, которые подгружаются, не будут проиндексированы. Да, это отстой. Это полное говно, я бы даже сказал. Но здесь есть ссылки на пару статей. Ну, мы ссылку вот на эту статью на дизайн-мода оставим. А там есть еще ссылки на статьи от Mozilla, например. Как, типа, быть в таких ситуациях, как там подгружать да подгружать, чтобы поисковики тоже как-то более или менее понимали. Дезориентирование. Если вдруг очень сильно... Ну, вот это то, за что мы, в принципе, ратуем всегда. Если очень сильно пользователь оторван становится от того контента, какой был, то есть он проскролил, и там уже все совсем заменилось. Вот новая статья, например, открылась, он не понимает уже, какого хрена произошло, он просто закрывает страницу, и все. То есть об этом мы говорили. Невозможность go back сделать, например. То есть проскролить вверх, тебе опять надо сквозь всю колбасу проскроливать. Если там, не дай бог, какой-нибудь параллакс и какие-нибудь, знаешь, интерактивности, типа у вас там разворачивается коробка, ты скролишься, у тебя сворачивается коробка. То есть, ну, бред. Не всегда это понятно. Нужно продумывать вот этот экспириенс движения по шагам или какая-нибудь дополнительная... Икоря какие-нибудь. Да, икоря, навигация сверху сбоку какая-нибудь, чтобы по ключевым точкам можно было навигацию осуществлять. Скорость сайта. Вот, то, о чем я говорил. То есть, на самом-то деле, длинные страницы, особенно если там есть видосы и картинки, они могут так долго грузиться, что нахрен бы это не надо. Но здесь есть тоже ссылочка на туториал. Кстати, с медиума ссылочка. Ну, то есть, очевидно, что это не сам медиум к этому отношению не имеет. Просто там какой-то чувак написал. Ну, это да. Типа, как сделать сайты с параллаксом быстрые? Ну, вот, не знаю. Возможно, там тоже что-то очень крутое. Ноу-футерс. Грубо говоря, когда ты много скроллишь, у тебя нет футера. Ну, мы в обзоре на плагин Jetpack, смотрите, ссылка в описании, показывали, что там есть бесконечный скроллинг, например, у него. И там, если вы укажете ID-шник футера, то там футер будет транспарентным, полосками, кстати. Просто снизу тоже показано все, что футер такой-то, тема такая-то, вы находитесь на таком-то сайте. Все. Ну, и здесь написано, что, опять же, вывод. В зависимости от того, какой у вас сайт, нужно использовать скроллинг, либо не использовать. Все, конец. Здесь есть выводы дополнительные, что пусть навигация у вас остается сверху, то есть, sticky navigation. Грубо говоря, вы скроллите, а меню у вас все равно сверху есть. Пусть будет такое. Scroll to top, кнопка, чтобы можно было проскроллить сразу наверх. Чтобы было какое-то конкретное разделение, например, стрелочки, для тех видов пользователей, которые могут сконфузиться, не понять, какого хрена, чтобы вот как-то слайдиками это все произошло. Ну, и, конечно же, не это. Не переусердствуйте. То есть, вы не должны 500 страниц в одну совмещать, а все-таки как-то более или менее разумно это все делать. Поэтому пользуйтесь. Пишите в комментариях, нравится ли вам вообще long scroll, вот эти все яксовые дела. Считаете ли вы storytelling каким-то будущим методом? Вот лично я против. Никита, ты как? Ну, опять же, надо использовать с умом. То есть, как бы, понятно, что это может быть и без понтово в каком-то случае. Но для лендингов это неплохо. То есть, если бы лендинг был на погенацию как-то разделен... Это было бы без понтово вообще. Уже бы просто воспринималось как визитка и скучно. А тут для лендингов я уже привык, что я на одной странице сейчас все узнаю, всю суть. Как в этих приколах. Вся суть там. Да-да, вся суть лендингов. Это скролли. Переходим к следующей теме. Переходим как раз к теме, о которой ты заикнулся, так скажем, про SEO. И совсем чуть-чуть у нас такой небольшой как бы отчерк в SEO. Мы это будем читать с блога ЮАСТа. Я так понимаю, он часто даже сюда пишет вообще в принципе. Да-да, он один из топовых авторов. Тут в принципе у них в команде человек 20, но авторов у них человек 5-4. Да, но кто не знает, это ребята, которые сделали охрененный плагин по SEO для WordPress. И для Drupal теперь. Теперь это для Drupal. Они призывают нас очень сильно, так сказать, очень заострять внимание на теги image. Да, так. Причем не отбрасывая лишних вещей, которые там есть. А наверняка многие не знают, что в теге image, кроме самого image, есть еще другие слова. Есть атрибуты alt и title. Да, атрибуты alt и title. Кстати, заметь, я тебя чуть-чуть перебью, я только сейчас понял. На картинке типа слепой пользователь с собакой-поводырем, то есть со скринридером, которому собака это объясняет, что на картинке изображена надпись на табличке, там вход воспрещен. Да, и там есть некий тул-тип типа. Ну, да, но здесь просто, что для скринридера весь контент это вот такие куски кода, то есть ссылки это или не ссылки. И скринридер, он, блин, очень крутая картинка, мне прям сильно понравилось. Ну, то есть, в принципе, обратил внимание. В принципе, да, в принципе, все знают же, что если ты хочешь сильно углубиться в оптимизацию своего сайта, то нужно все сделать и для слепых, и для скринридеров, ну, то есть, опять же, для слепых. Аксессибл все должно быть иными словами доступное, потому что слепые и поисковые боты это примерно одно и то же. Ну, у нас в каком-то даже подкасте мы сильно как-то глубоко, я помню, смотрели на эту тему, то, что все должно быть аксессибл. Наверняка. Даже не в одном, скорее всего. Это не ново все. Да, так вот, я вам напомню, как выглядит TagImage, если вы через демо-мод видите. 50 рублей. Да, 50 рублей. Во-первых, должна быть, естественно, ссылка на Source, которая написана, причем Source должен называться нормально, я подчеркиваю, нормально должен называться Source, то есть, он должен называться так же, как примерно, что изображено на картинке. то есть, не с айфона, Image0327 или DSCAT0358 с вашей цифровой камеры, а все-таки thisfuckingawesomeimage.jpg. Ну и причем, это-то тоже для SEO влияет, название Source, оно тоже для SEO, насколько я помню. это все оптимизация, конечно. Потом у вас должен быть прописан Alt, который и будет отображаться текстом, если... он будет отображаться текстом для скринридера, и он будет отображаться текстом, если у вас отвалился Source. Да, там будет просто написано ImageDescription. Да, то есть, это очень важно, на самом деле, написать его, а Title, это небольшой тултип, который выпадает, если мы наводим на картиночку. Но тут они, кажется, не сделали. Тут они не сделали какого-то хрена, но мы сейчас прям сквозь демо-мод, я надеюсь, увидите, интерактивненько допишем Title, на самом деле, ничего сложного. Непонятно, какого хрена они этого, правда, не сделали. Это очень смешно в контексте данной статьи. Title, UwebDesign Rules, восклицательный знай. Вот так вот мы пошалим у них на сайте. Так. Вот такая вот подсказочка всплывает. А у них тоже сейчас это всплывает? Нет, мы, к сожалению, не можем сохранить контент к ним в базу данных. Я думаю, UAS сам увидит. Но было бы прикольно, да, согласен. Мы бы его проучили вот так вот. Да. Рекомендуют еще писать тайтл с призывом Call to Action. Ну, грубо говоря, это расподсказка. Ты случайно залип, навел, и вдруг ты забыл, что кнопка купить, если она картинка сделана, если у вас вдруг картинка эта кнопка, да, то там должен быть Call to Action, типа купить продукт или какой-то призыв к действию. Да. Кстати говоря, Alt, атрибут, нужен еще и потому, что поисковые поиски по картинкам, простите за тавтологию, типа Google Image Search и Яндекс Image Search, как раз по Alt и ищет. Если у вас Alt не заполнен, картинка не будет участвовать, участвовать. Участвовать в голосовании. В поиске, да. Суть в том, что нас призывают хотя бы оставлять тег Alt открытым, хотя бы писать его и оставлять его, ну, не открытым в смысле, а пустым. Пустым, да. Не заполненным, потому что он хотя бы будет определяться скринридером, иначе просто картинка. Иначе скринридер не поймет, что это картинка. Почему скринридер не может просто по имгу, по тегу имг определять и сурсным читать название? Ну, возможно, очень много кто верстает имгами что-нибудь. Ой. Ну, мало ли, до сих пор. Вот вдруг такое случается. И это, грубо говоря, незначимые для контента картинки. И именно те, которые значат для контента, у них Alt должен быть пустой. Ну, вот. Примерно так. Они здесь там, кстати, вот на примере этих трех пилюль, они нам показывают, что здесь и Alt, и Title одинаковые. Вот тут они их как раз сделали. И там написано, картинка ошибки в таком-то плагине показывается тогда-то, тогда-то. То есть тут прям конкретные описания написаны, и они достаточно написаны, опять же, простите за эту футологию, они очень объемные, и нас призывают именно такие объемные делать. Хуже не будет, а лучше, это прям хорошо. Кроме этого, нас призывают еще, если мы не хотим это все писать ручками, установить плагин SEO Image. Нет, в принципе, да. Вот это нам по умолчанию рассказывает о том, что в WordPress можно все это прописывать. Image Title, Attribute, и Alternative Text, это будет. Да, то есть, когда вы залили уже картинку просто в WordPress. Не ленитесь и заполняйте. Особенно можно это сделать, чтобы внутри Alternative Text был ваш кейворд, ваш ключевик, под который вы оптимизируете конкретный пост, чтобы больше веса было у этого поста. Ну, или... Нет, у них нет плагина, это просто статья, я посмотрел. Ага. Но у них в их плагине WordPress SEO, обзор на который мы тоже снимали, смотрите, ссылка в описании, там есть пункт просто, что он альты всех имиджев проверяет и ставит зеленую точечку, если есть хоть один альт с ключевым словом. То есть он вам напомнит, если что, чтобы вы заполнили по-человечески все. Да, так точно. Именно SEO, UAS, именно обычный плагин, который все используют. К сожалению, у них нет никакой рефералки, мы не можем зарабатывать деньги на этих положительных упоминаниях, но мы, в принципе, их не можем зарабатывать, судя по тому, что у нас демо-мод. Демо-мод. Да, поэтому... Продолжим. Да, продолжим следующую тему. Те, кто умеют зарабатывать деньги, пишут про статьи про логотип Smashin Magazine. А, собственно, сами Smashin Magazine это и сделали. Они даже... Не статью написали. Они нам расшарили из Dropbox HTML-ку. Нам прям? Ну, прям вот лично нам. Так. В которой просто написали, как они логотип ужали с 53 килобайт до 3,4. Между прочим, Smashin Magazine это сайт, который пишет про все. Про веб. Ну, они на WordPress, они лоббируют WordPress, но кроме этого, да, они очень за оптимизацию. Ну, вот, кстати, да. В SVG был логотип из иллюстратора, и они с 53 килобайт ужали до 3,4. Казалось бы, как? Во-первых, они все пафы убрали, то есть там каждая буква была отдельный паф именно кривой, точкой с кривыми. Это очень много точек, очень много текста написано. И они просто сделали внутренний элемент текст. В SVG можно использовать элемент текст. Угу. И написали Smashin Magazine. Но, но, из-за того, что у них было до этого гельветикой, а гельветику строить нельзя, они просто взяли и реалом захреначили, и все. В принципе, очень похоже. Ну, ты можешь здесь видеть, что буквы G, например, различаются. В принципе, все знают, что Aerial это клон гельветики. Его украли тогда. Я не знаю, мы рассказывали это где-то или нет, но точно выкладывали статьи в паблик, где об этом говорили. А как они вот такую G нарисовали? Вот такую G они картинкой сделали. Тут написано, что они за... Короче, они извращались и костылили. Сделали, да. Они очень много закостылили, но, к слову говоря, о тексте, когда тег текст, то он, опять же, accessible. Браузер может парсить SVG, потому что это просто XML документ, то есть это текст. Если там именно текстом написано Smashing Magazine, то он понимает, что в логотипе Smashing Magazine, если там пафы, то он просто думает, что там кривые и нихрена больше. Ну, то есть лучше сделали это accessible? Да, а с точки зрения доступности сделали лучше. Ну и, опять же, еще и грузится быстрее. Это для доступности тоже нихрена собачь. Поэтому они даже поступили с тем, что кто-то вот увидит, что там немного несоответствия у них с картинками. они сказали, что похрену. Да, они даже градиенты упразднили. Сказали, что хрен с ними, с градиентами, они много места за ними, мы просто так вот нарисуем линиями и все. И нарисовали же, черт возьми, и видно, что не такой крутой градиент, более резкий. Но вот так вот... Но не противно. Во-первых, да, ты просто никогда так не присмотришься, а они сэкономили 53 килобайта. 94% было уменьшение. Ну и они все сжали, естественно и так далее. То есть прям... Они сделали маску. Букву Г тоже в SVG текст запихнули. Тыкнули и запихнули. Кастом G. И да, и замаскировали именно через SVG маск просто вот в тот, так скажем, путь, который там есть. Можно и стеночку приподнять, я так понимаю. Так до хрена чего можно сделать и вот так вот сэкономить количество килобайт. Предлагаю перейти к следующей теме. Давай сэкономим еще несколько килобайт с помощью того, что зашифруем свои данные с помощью Тора. А это, кстати, мы их увеличим. Я так понимаю. Если бы просто использовали классическое шифрование, там еще ключ передавать. То есть HTTPS на самом деле он более объемный, чем HTTP. Ну ладно. Ну нет, это понятно, потому что ты передаешь еще дополнительно ключ. Да, да, да. Но тут немного не об этом. Но тут немного не об этом, а о том, что ребята из Тор, то есть разработчики Тора, замутили свой мессенджер защищенный, запустили его в бету. То есть он настолько защищенный, что он как сам Тор, то есть ходит через Тор. Используется мессенджер Instant Bird. Это, естественно, Mozilla. Как только я слышу Bird хоть где-нибудь, кроме Angry Birds, это Mozilla. Да, Angry Birds уже и не слышно в последнее время. Во-первых, да, Mozilla финнов купила, а во-вторых, уже не слышно, да. В общем, Instant Bird мессенджер от разработчиков Mozilla, который ходит через Тор и может использовать такие транспортные сети, как Jabber, Irk, Google Talk, Facebook Chat, Twitter, Yahoo и другие. То есть это удобно, как минимум. Хотя я не представляю, как ты через Twitter зашел и кому-то что-то пишешь, типа пишешь личные сообщения. Возможно, да, Direct Messages. Кто его знает, какой у Twitter там открытый протокол есть для этих дел. Почему бы и нет? Ну да. То есть факт в том, что пакеты, которыми вы это отправляете, зашифрованные, хрен поймут, что это именно вы писали. То есть даже на Twitter, если ты выложил какой-нибудь твит, я купил наркотики и заложил бомбу, то потом никто не докажет, что это было сделано с твоего компьютера, с твоего там... С IP-шника, может, и докажут. Хотя и то, там будут зашифрованные пакеты, их никто не откроет и никто ничего не докажет, опять же. С одной стороны, это можно говорить о том, что это энтузиасты делают для хороших целей, да? С другой стороны, будут плохие же люди использовать. Скорее всего. Прям, я думаю, через жабер только того и ждали, чтобы писать через Тор. Хотя на самом деле я проксировал жабер через Тор и ничего в этом сложного нет, но тут просто это уже будет из коробки работать. Почему бы и нет? Я так понимаю, да, ты просто заходишь в Instant Bird и у тебя все хорошо. На самом деле, основу Тор-браузера тоже составляет Firefox. Возможно, они уже в какой-то степени в коллаборации с Mozilla состоят, пиарят друг друга и, в принципе, Mozilla окрышует весь рынок теневой наркотиков и оружия в интернете. Кстати, с одной стороны, да, с другой стороны, может, они просто энтузиасты, опять же. Они развивают интернет. Я перестаю верить в простых энтузиастов, на самом деле, потому что сам перестаю таковым быть. Мне нравится вот этот абзац. Вот этот OTR протокол обеспечивает как шифрование сообщений, то есть подтверждение того факта, что никто другой не выдает себя за человека, с которым вы хотите пообщаться. То есть потеря ключей шифрования не приводит к компрометации ваших предыдущих разговоров. То есть вообще никак. Мы не будем углубляться прямо в такие дикие подробности. Каждый раз они что-то новое генерируют или нет, но это и похрен. Ну вот мы просто надо еще сказать, что есть чаты, мессенджеры, которые хорошо зашифрованы, такие как Telegram. Мы, кстати, его используем, и чатик у нас на нем. То есть вообще нас никто не отследит никогда, скорее всего. Но надо, я думаю, на Instant Bird переводить весь чатик. Да. Потому что там же надо бизнесом заниматься нормально. Потому что демо-мод. Демо-мод. 50 рублей. Погнали дальше. На самом деле, мы, кстати, когда сейчас записываем, у нас-то этого нет. Я даже не представляю, как это в финале потом отвратительно будет выглядеть. Но если бы мы пытались как-то это победить, то сегодня бы подкаста опять не было. Поэтому 50 рублей. Не, но сейчас самая громкая тема, сейчас все ухи на вас стоили. Да, смотрим под капот, под капюшон, если перевести дословно, Foundation 6. Так. Ни для кого не секрет, кстати, 835 комментариев уже у статьи просто обосраться. Но это причем на Zerbe, блоге, никто не знает даже, кто такие Zerbe. Да, да, неделя новости, уже 835 комментов. Кстати, смотри, клеточки используют. Офигеть. Да, и полоски. Так вот, они на самом деле, у них private release-то есть. То есть, они тестируют это среди своих каких-то адептов, закрытая бета. И кроме того, что мы уже знаем, что 50% кодов вычеркнули нахрен, потому что он не нужен. И сделали более понтовый сас. Что же еще нас ждет в новом навигейшне? От убийцы Bootstrap. Фу, навигейшне. Фаундейшн, да. Мы заявили Foundation 6 как убийцу Bootstrap. Интересно мне, во-первых, кто теперь первый выйдет. То есть, Bootstrap же, он только в Альфе вышел. Хрен его знает, когда теперь будет релиз. А в Foundation они прям поигрывают оружием. Лязгают. Уже могут сейчас? Щитом об мечи, да. Уже прям нам приоткрывают завесы что-то мы как. Хотя, собственно, с Bootstrap тоже завеса приоткрыта. Ну ладно, продолжим. Компонент навигации. Помнишь, там были разные навигации? Top Bar навигации, Off Canvas и так далее. Да, да, да. Все объединено теперь в один компонент навигации. Но ты, как всегда, пишешь атрибут. В том-то и дело, что атрибут. То есть, ты не классами пишешь, а атрибутами. И ты можешь любому контейнеру написать, что на мобиле у тебя там Off Canvas навигация, а на десктопе Top Bar. То есть, все очень удобно объединили в один компонент, который можно кастомить с помощью JavaScript. Писать вот так Data Menu Bar Drill Down Medium Drop Down. То есть, на Medium и Drop Down на телефоне Drill Down. А так, это Menu Bar, условно говоря. То есть, очень-очень неплохо это сделано. Кроме этого, сделан Togler API. Грубо говоря, ты пишешь Data Togler Expanded и по клику добавляешь класс туда-сюда. Очень часто такое приходится писать. я вот тоже как практик говорю, а не как теоретик. Часто приходится Toggle свой писать с коллбэками. Вот тут за нас это уже сделано. Можно просто написать Data Togler и если JavaScript подключен, то он будет по клику туда-сюда класс убавлять, добавлять. И есть несколько дефолтных таких же штук слушателей. Например, I Hear You. Это добавляет слушатель события ресайза именно к тому конкретному элементу. То есть, если вы ресайзите окно, то вот у этого элемента тоже можно прописать конкретное поведение. Если ресайзится до такого размера, то я тоже очень часто это писал в jQuery, if window resize, точнее не просто window resize, делаешь callback, if ширина такая, то сделать то, 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 то. Здесь теперь удобно это будет делать. То же самое с ICU. Если вы доскроллили до этого момента, типа что-нибудь сделать. Тоже дата скролл просто прописал и так далее. Круто. То есть тут их прям максимально для использования. I'm not touching you. Если вы вдруг убрались из краев контейнера или края контейнера перешли куда-нибудь, то есть там можно много всякое попробовать, то что-нибудь какой-нибудь ивент включить. Это очень неплохо. Реально убийца Bootstrap. Прям вот вообще, несмотря на то, что никто не написал такого уж подробного гайда, что нового в Bootstrap 4, хотя приоткрою завесу, я хотел ролик недавно про это снять и будет, наверное. Добавляются брейкпоинты, именно я не очень понял, брейкпоинт или нет, судя здесь, не очень. Но потом кажется, что как в нем. То есть include breakpoint medium, он берет переменную medium из вот этого мэпа, то есть они используют sas maps, то есть ассоциативные массивы, берет medium и делает, что min width 512 пикселей, все, вот сделать вот это. Кроме этого грид миксины, как в сюзи, грид колумен такой-то 5, 5 из 12, то есть grid row 16, и здесь сделать 5 из 16, тут 11 из 16, то есть математика. Можно какие угодно вот так вот прописывать, что контейнер у нас будет из 16, в нем сайдбар из 5 и 11, и все, то есть а внутри сайдбара можно тоже какие-нибудь куски grid column 2, 3 там условные, и все очень круто. Круто. То есть уже не нужно писать все презентационными классами, как раньше писались call md4, call md6, достаточно миксины только использовать. Это уже было в предыдущих релизах, но здесь прям все суперудобно сделано, и на этом сделали основу, и за счет этого как раз на 50% количество кода и сократили в том числе. То есть кроме того, как, ну, они полностью с Сьюзи слезали, кроме того, что просто есть grid column 5, есть grid column 2 of 5, и тогда даже не нужно будет row прописывать сколько, только 2 of 5, 3 of 5, и он автоматически здесь сделает last, float right, float left и так далее. Очень круто все сделано. Не написано, будет ли поддержка flexbox, как это написали про четвертый bootstrap, но, во-первых, не очень-то и хотелось, а, во-вторых, да. Не используют этот пиар-ход. Угу. Panini есть такая теперь прикольная штука, не знаю, почему они ее так назвали, видимо, ну, это Panini, это итальянский бутерброд, но здесь как раз в бутерброде то, что это watcher на галпе основанный, который из вас компилирует сас, джаваскрипт, и даже html шаблонизатор handlebars используется, здесь есть пример, что if page индекс добавлять такой-то класс там и так далее. Ну, понятно, но у тебя как сэндвич складывается из нескольких... Ну, да, 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 и ты просто, ну, по факту галп, основанный на галп watcher прямо встроенный во фреймворк, не этого ли все время хотелось мечтать, чтобы каждый раз самому не настраивать ни хрена. Это прям очень даже неплохо, то есть, хоп, включение можно делать на handlebars вском уровне, хедер, navigation, body, footer, все. И хедер только в одном месте весь изменить, это... Мы недавно, ну, как недавно, может быть, месяц назад в разговорах у экрана обсуждали html при процессоре шаблонизаторы, нужны они или нет, до хрена нужны. То есть, можно вот так все подключить, только один хедер исправить, и на всех страницах его подключить, исправить его один раз, а он на всех пяти статических страницах у вас уже будет измененный. По-моему, можно только мечтать об этом, ну, повторять repeat five list айтемов, то есть, вот, в том синтаксе, в котором мы привыкли с handlebars, можно это все сделать. На самом деле, я вот даже не знаю, можно ли как-то записаться на тестирование, но они пишут, что релиз кандидат будет уже очень скоро. Да, то есть, можно будет попробовать. Я даже вот сейчас подпишусь здесь, Алекс. В прямом эфире, через демо-мод. Да, я на нашу рабочую почту подпишусь. Кстати, пишите на нее. Пишите письма, да, мелким почерпом. Keep me in the know. Все, отлично, моя подписка подтверждена, а мы переходим к следующей теме. Следующая тема у нас практически одной строкой. Newcocola Quantum появится в продаже в США. Жаль, что только в США, но, видимо, Озон, если будет доставлять потом, то тоже что-нибудь свое придумают такое, да. Да, в общем, из небезызвестной игры Fallout, кстати, 10 ноября случится выход, и смотрите Let's Play на канале УВД Геймс. Так вот, компания Bethesda Studios совместно с производителем прохладительных напитков Jones Soda Company выпускает в реальный мир одну из икон игр на напиток Newcocola Quantum. Но она как бы не будет светиться, во-первых. Это, к сожалению, плюс, наверное, для нашего организма, для американского. Ну, смотря за счет, чего бы она светилась, но да, безвредная черничная газировка. Да, черничная, это, я так понимаю, она все-таки будет синяя или нет? Хрен его знает. Ну, она наверняка будет синяя, какая-нибудь, может быть, темно-синяя, как баклажан, но светиться не будет. Напишите в комментариях, какие вы прохладительные напитки неалкогольные употребляете, просто интересно. Кстати, да, мне тоже теперь интересно. Вот, я тебе перебью чуть-чуть, здесь вот есть даже не мокап, а, грубо говоря, как будет выглядеть, да, я так понимаю? Потому что это на твиттер-аккаунте фуллаута было. Кстати, хочется даже и почитать. Читать. Так вот, вот этот-то концепт мне, конечно, больше нравится. Тут вообще все как-то круто. Не, ну это, по-моему, вообще чуть ли не арты из игры какие-то. Возможно, но тут шарф какой-то. в игре есть шарфы? Шарфов, кстати, не может быть в игре. А так вот, тут, конечно, как-то прозаичное дерьмо, все. Тут кисель. Да, тут кисель, вот кисель я, кстати, не люблю. Да, я тоже. Ну и мы тут обсуждали с тобой, что синий цвет у продуктов не вызывает доверия, на самом деле. Ну просто потому, что нету такого природного какого-то чего-то, что давало бы синий цвет в воде. Ну вроде, вроде черника вот они нам намекают. Ну, сильно разбавленная. Мне кажется, черника, она темнее будет. Она будет прям как бы, ну да. В общем, расскажите, чем вы травитесь, а мы пойдем дальше к нашему суперблоку про WordPress. Они нам привели пример Джоунс, вот уже существующего напитка. Либо на его основе это будет, либо да, но вот прям даже слов не хватает. Кстати, именно New Coca-Cola Quantum появилась именно в Fallout 3. Только в оригинальном Fallout 2 и в Fallout 1 их не было. Там была только обычная New Coca-Cola, только Coca-Cola коричневая. По-моему, в Нью-Вегасе появилась еще пара каких-то New Coca-Cola. Оранжевая точно была, кроме Quantum синий. Но, да, это все смотрите на УВД Геймс через неделю. Блок про WordPress наш будет не безызвестный, как искать. Ну, короче говоря, причем завершающий у нас сегодня. Да, одной строкой у нас как-то перед ним вдруг вкралось. Ну, не знаю, так получилось. Можно протестировать новые фичи WordPress, не накатывая себе на локалке WordPress Beta, а используя сервис tryvpbeta.com Так. Здесь вот такой вот сайт на 2010 теме. И что можно сделать? А ничего, просто посмотреть, как что будет выглядеть. То есть вот тут вот мы видим уже живую этот сниппет, как встраиваться будет пост WordPress с киностраницы. То есть вы просто ставите ссылку и хоп, все здесь появляется, количество комментов и так далее. Это причем пост с WPTevern встроен, вы бы могли подумать. Это не хрен собачий. То есть мы переходим на него, нас возвращают вот сюда. Вау. И я почему это говорю вообще все? Потому что тут даже есть ключ от админки. Ключ. Юзернейм и пароль. То есть можно прямо пощурудить на этом tryvpbeta.com. Но только сильно-то не пощурудишь все равно. Ну я думаю, что да, там может быть не администраторские права, а только контент-менеджеровские. Но тем не менее это очень прикольно. И самое главное, что вышло как раз уже бета 2 4.4. Тут в ближайших статьях не было, но тем не менее разработка активно ведется. Я думаю, какого-то там 6-го что-ли декабря релиз. Так что тоже в подкасте обязательно поговорим. Теперь есть вот такая возможность у вас потестировать. Здесь, кстати, еще презентация вообще про именно про tryvpbeta.com Нахрена он нужен? Зачем вообще тестировать беты и так далее? Можете почитать. Джо Мкгил объясняет нам, как будет работать одна из новых фич, которую добавят в ядро в 4.4. Называется Responsive Images. Был такой плагин Rigg. Про него даже Крис Койрен из SS3x писал. Responsive Images GG, не знаю, как расшифровывается. Good Girl. Good Game. Да, Good Game, может быть. Как мы знаем, WordPress генерирует несколько видов изображений просто из коробки. То есть, вот по умолчанию сам Nail 150 на 50, Medium, Large и Full Size. С 300, 500 и, ну и полное, грубо говоря, по ширине. Так вот, если вы теперь сделаете Full Size Image и встроите его, то у вас на телефонах и на планшетах по умолчанию слоится Large и Medium для того, чтобы долго не подгружать. Будет использоваться атрибут SRC Set, который уже, я не знаю, утвержден он в стандарте или нет, но, грубо говоря, он где-то уже используется, в Хроме уже все имплементировано, поэтому у вас на Андроидах подцепится уже Large и Medium, чтобы страница быстрее загрузилась. Вот так и будет работать. Собственно, это можно будет в сурсах посмотреть, то есть вы просто увидите SRC Set. А они не будут на 100 картиночек резать, как это обычно происходит? Ну, на 100 картиночек реже только, если у вас тема использует 100 картиночек. Я не знаю, будет ли какой-то API, чтобы в Responsive Images подсунуть не Large и Medium, а которые вы сами нарезали. Но я думаю, и не нужно, просто он, ну, как-то будет более или менее, что если экран уже 500, то вот Large показывайте все. Понятно. То есть вот в таком аспекте, я думаю, это будет почти как у Smashing Magazine с логотипом. Сразу хоп тебе оптимизированный, прилетело круто. Здесь Джефф, кстати, прикладывает целое интервью подкаста, 28 минут, кажется он, да, 26 длится, с вот этим Джо Макагилом, который, ну, они прям рассказывают про... Да, да, про этот, про эту фичу рассказывают. Если хотите, можете послушать дополнительно 12 мегабайт. Не так круто, как у логотипа Smashing Magazine, но я думаю, вы будете это слушать так же с компьютера, как и наш подкаст, как показывает статистика. Предпоследняя тема WordPress Theme Directory. Короче говоря, директория тем, помнишь, там мы недавно обсуждали, что появился новый параметр количества активных загрузок. Они постоянно ее усовершенствуют. Да, и теперь они убрали высчитывание, фу нахрен, учитывание автоматических загрузок. Помнишь, я или просто тебе говорил, или мысленно рассуждал уже сам с собой, это тоже возможно. Я говорил о том, что можно же бота написать, который будет ставить себе там локально WordPress, локально накатывать темку или там плагин, и тем самым увеличивать количество активных вот этих штук. вот они недавно заметили, что у темы Swift внезапно вот очень много всяких таких активных установок, автоматических скачей. несмотря на то, что никто не поговаривает, что это хорошая тема, в пивной не болтают. Поэтому они, да, они заинтересовались этим, посмотрели и выявили, что много автоматических. на что чуваки отмазались. во-первых, у нас там какой-то там этот типа Викса запросил, что нашу тему автоматически устанавливают. Во-вторых, у них недавно была ошибка, что Swift Premium обновился случайно на фришную версию у всех сам. Ну, и там реально есть как бы ветки на саппорт-форумах, хотя, возможно, эти ветки тоже автоматически созданы, как скачаны. Там накрутили, да, что люди обращаются и, грубо говоря, ну, они отмазались, но, тем не менее, Mullenweg, или я не знаю, кто там был за это ответственным, сказали нет. Знаешь, как на этом, где водку мужику протягивают, он говорит нет. Сквозь демо-мод даже, наверное, график не видно. Сам Mullenweg, да? Да, поэтому все, они решили, что автоматические загрузки не учитываются. Подожди, а считается, вот я на Team Forest купил, и у меня такие говорят, а вот вам советую поставить 10 плагинов. Это будет считаться как автоматическое? Не, не, ну ты же вручную нажмешь. Ну там же, грубо говоря, там же будет кнопка одна просто установить рекомендуемые плагины. Там это будет через вот эту обертку TGM Plugin Activation, и там нормально пройдет, так скажем, запросик хороший. Короче говоря, это считается нормальным. Это нормально. То есть я не эксперт, конечно. Ну, скорее всего. Но вот не предустановленное и не предактивированное хотя бы это все будет. А что, можно прям предактивированное? Ну, ты можешь зазипить WordPress уже с готовой темой. Ну, в смысле, именно ее активировать по дефолту. Не, я что-то почему-то про плагины. Сейчас про плагины-то как? Ну, вот тут именно про темы говорят. Ну, да. В плагинах, возможно, даже, видишь, в WordPress Theme Director. В плагинах, видимо, не отменили. Там все еще накручивают. Тема? Да, тему можно предустановленную, конечно, сделать. И предактивируемую. Потому что там же именно активных установок. Ну, короче говоря, вот такая вот беда. Прикольно. Вот так вот. Не, ну, пофиксили практически. Ну, то есть, борются как-то, борются со спамом, так скажем. Здесь вот плагин, ой, плагин, статья, которую хотелось перевести как-то на следующий подкаст, но ладно. 5 лучших плагинов контактных форм. Блин, давай переведем. Просто, чтобы, просто люди, они будут ждать этого. Это охрененная тема. А, согласен, согласен. Давай, переведем и поговорим про обойку с демо-модом. Что ты, Никита, думаешь про эту обойку? Ну, кстати, мы из-за того, что мы не видим демо-мода, у меня передо мной очень красивый вид океана или моря. Скорее всего, океаны, потому что сильно бушуют. Я думаю, океан. Он бушует, а во-вторых, как-то прям такие синие, темно-синие. Такого вот не бывает на море. Угу. Что ты видишь? Это океан тех денег, которые не наши. Которых у нас нет, чтобы купить скринфлоу. Я вот только об этом сейчас думаю. Да, согласен, согласен. И, как бы, из этого океана маленькая папочка работа. Да, вот работа практически. Работа слабо и моно. Как бы в этом большом океане бушующем плавает работа. Как говно. Никак не утонет, блин. Да, да, и никак-никак не утонет. Ну, на самом деле, да, кроме шуток, подписывайтесь на нас в соцсетях, в ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме, в Гугл Плюсе даже. Угу. Ставьте нам звездочки на iTunes, и, пожалуйста, еще раз просим, хотя бы по 50 рублей неравнодушные. Занесите нам, пожалуйста, чтобы нам избавиться от этого тупого говна, потому что в долларах покупать ScreenFlow сейчас прям очень сильно накладно. У нас дизайновские бюджеты опустили, мы все потратили на Fallout 4. Я себя чувствую, как американские бомжи. Эй, брат. Эй, брат. Эй, сетбокс. Этсап. Да, да, которые около продуктовых магазинов. А теперь, знаешь, их не будет. Все через озон будут заказывать, и они будут побираться у почек теперь этих бомжей, а не у магазинов. Ну, ладно, всем спасибо. Да, на этой оптимистичной ноте закончим. До следующего дня. Пока. Пока.